Приветствую Вас и полагаю, не ошибусь, если скажу, что Ваша подруга, активно принимая участие в личной жизни Вашей, лично только оказывает свою несостоятельность в своей личной жизни. И связано это во многом с тем, что если бы у нее все было хорошо, если бы у нее была своя активная, полноценная, счастливая жизнь, то времени бы, энергии и сил на то, чтобы лезть к Вам в Вашу жизнь, у нее бы не было. Поэтому, этот момент, вот этот факт, его необходимо очень четко осознать. И то, что она хочет Вас, как бы с мужчиной, постоянно рассорить, говорит о том, что она боится. Потому что у нее есть страх. Какой? Что если Вы построите хорошие, гармоничные отношения с кем-то, то, во-первых, будете меньше внимания уделять ей, а она в итоге останется одна. А второе, что у нее-то отношений нет, или есть, но очень-очень-очень нестабильные. И, естественно, получается, что она вроде бы как выглядит хуже. Выглядит менее выгодно на Вашем фоне. И вот это тоже нужно понять. То есть, осознание мотивов смысла ее поведения, смысла ее поступков, поможет Вам перестать воспринимать то, что она говорит, на себя. А приведет к пониманию, что она просто-напросто таким образом проявляет свой страх. А я по себе. Человек, который боится, он достоин жалости. И если Вы начнете свою подругу шелеть, то Вам сразу станет легче. И тут мы переходим постепенно к тому, как Вам реагировать, как Вам угомонить ее. Вы совершенно правы в том, что говорите о невозможности менять свое окружение и всех своих друзей из-за нее. Вы также правы в том, что не собираетесь отрезать себя от всего мира. Потому что, ну, так или иначе, скрывать что-либо не имеет смысла, рано или поздно это узнает все. И, кроме того, Вы не делаете чего-то плохого, чтобы этого стыдиться. Но, тем не менее, на подругу надо как-то реагировать, на ее слова тоже надо как-то реагировать. И тут мы подходим к важному, главному, что пока Вы как-то свою реакцию проявляете, пока Вы реагируете на их слова, как угодно, позитивно, негативно, неважно, она будет продолжать Вам говорить. Потому что для нее необходима Ваша реакция. Когда Вы как-то реагируете на ее слова, ей кажется, что ее слова достигают цель. Через понимание мотивов Вашей подруги, через осознание ее личных страхов и ее жизненные ситуации, которая сподвигла так ее вести себя с Вами, Вам необходимо выработать безразличное нейтральное отношение к тому, что она говорит. То есть просто молча слушайте ее, если у Вас есть время, соглашайтесь с ней совсем, не спорите, ничего не доказывайте и рано или поздно без подпитки с Вашей стороны, без поддержки, реакционной поддержки я имею в виду с Вашей стороны, у подруги просто-напросто не останется сил и желания на то, чтобы продолжать вести с Вами диалог на эту тему. Потому что диалог и вообще любые усилия имеют шанс на жизнь, на существование только тогда, когда имеется какая-то подпитка, когда есть обратная связь. Без обратной связи все рано или поздно задухнет. потому что человек, когда говорит в пустоту, у него складывается ощущение, что он говорит сам с собой. Но мы с Вами понимаем, что человек и так говорит сам с собой, говорит за своими страхами, но он этого не осознает, пока Вы реагируете. Пока Вы реагируете, у него сотражется иллюзия, что он говорит с Вами. Более того, иллюзия, что он Вас в правильной ручной. А если Вы перестанете с ним разговаривать, перестанете проявлять себя, или будете говорить с ним только на темы, которые не касаются Вашей личной жизни, то вот здесь у человека получится такое некое условное научение, разговаривать. с одной стороны он будет видеть хорошую, адекватную реакцию на вас, ой, на себя, прошу прощения, адекватную реакцию на себя с Вашей стороны. Когда разговор идет и касается чего-то не связанного с Вашей личной жизнью, и когда разговор заходит о Вас, то тут же нейтральная столбится и глухая стена. И вот данное поведение Ваше со временем внучит человеку, что, собственно говоря, так поступать не стоит, что вот не нужно говорить о том, по поводу чего Вы занимаете нейтральную положение, нейтральную позицию, потому что человеку будет неприятно, Вашей подруге будет неприятно, и тогда она постепенно, постепенно отучится от того, чтобы разговаривать сама с собой. Только таким образом можно угомонить подругу, не разрывая с ней отношения вообще, и не тратя свое время, свои силы на постоянный бег от нее и на сокрытие своей личной жизни. для того, чтобы проводить нейтральную политику, для того, чтобы иметь возможность не отвечать на слова подруги, слова довольно обидные, как Вы написали, неприятные, необходимо как можно четче понять, вот что вообще как движет ею. Если Вам это непонятно, то попробуйте лучше вникнуть в ее жизнь, попробуйте лучше понять ее, чтобы ясно себе представлять противы вашей подруги. И чем лучше Вы будете иметь представление, чем яснее Вы будете понимать ее, тем легче и проще Вам будет себя вести так, как я описал. Потому что у Вас будет четкое и прямое понимание того, на что нацелена подруга. и Вам будет ее жаль с одной стороны, а с другой стороны будет понимание, что слова, что бы Вы ей не говорили, ее не надоумят. Потому что она взрослый человек. И как любой взрослый человек имеет устоявшиеся взгляды, которые вот так сразу сходу одними словами не изменить. И лишь только последовательное поведение заставит человека даже не поменять свое мнение, а просто смириться с определенными Вашими особенностями диалога. На этом все. Надеюсь, что помог Вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если Вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делать его лучше. «Помогу» «Помогу» «Помогу»